Памятная табличка жене Максима Горького Екатерине Пешковой появилась на доме номер 98 по улице Чапаевская. Политический и общественный деятель Екатерина жила здесь самых малых лет. Она была единственной официальной женой писателя. Мемориальную доску с их общей фотографией установили учащиеся 174-й школы. Я люблю город, краеведение. Понимаете, нужно знать, кто был в нашем городе, все, что с ним связано, изучать, рассказывать другим людям. Познакомились Горький и Пешкова на работе в Самарской газете. Екатерина устроилась туда работать корректором. Горький в то время был главным редактором издания. Девушка влюбилась в Горького во время завтрака в редакции, когда он, разгоряченный алкоголем, танцевал на столе. Закрутился роман, влюбленные сыграли свадьбу и уехали в Нижний Новгород. Правда, жили вместе недолго. После расставания сохранили хорошие отношения. И даже через много лет писали в письмах, какое важное место они занимают в судьбах друг друга. Ленинградская – это улица для прогулок гостей. И то, что рядом появился дополнительный туристский знак, якорь, который привяжет ряд маршрутов. Это огромное спасибо ребятам из этой школы, руководству школы, преподавателям. Они заботятся о развитии экскурсионного пространства нашего города. Памятная табличка на доме Пешковой – не единственный проект учеников 174-й школы. В 16-м году они изучали творчество Марины Цветаевой и вместе с учителями добились разрешения на установление мемориальной доски поэтесси. А позже узнали, что Цветаева была знакома с Пешковой. Теперь школьники пытаются проследить и другие исторические нити, связывающие писателей и поэтов Самары. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События.